Книга «Открытым оком», пятый том, тема природы, вопрос 1429. Читая Матфея 13.3, «И получал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель, сеять». И в дальнейшем изъяснение этой притчи Господа мы не находим указания на то, кто же есть сеятель. Является ли каждый из нас этим сеятелем, и отвечает ли он за результаты посева? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Все, что в мире делается по вере, Господь делает через своих верных рабов. Он сам призывает, но Он приспосылает своих рабов на брак позвать других. Он нашими руками творит милостыню, нашими ногами ходит, нашим языком проповедует. Мы члены Его тела», Галатам 2.20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. Мы в себе несем Его образ, но мы Его храм. И Он в нас творит все, что хочет». 2 Коринфянам 3.5. «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога». 2 Коринфянам 5.20. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просит, примиритесь с Богом, сеет слово свое сам Бог, но через нас, нашим языком, если мы точно по слову Его говорим». Иеремия 23.28. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно». «Что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь, но результат может быть нулевым и при правильной проповеди, и при правильном уходе посеянного». 1 Коринфянам 3.7. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Семя – это слово Божие, чистое, без присказок человеческих, чтобы оно могло произрасти, но если каждое семя окутать в броню, то оно не даст раска. Так и через служение на церковно-славянском непонятном языке никто не обратится по слову Его. Сеять нужно чисто по Евангелию, а этому мы можем научиться только из Библии. У православных это не принято. И этому не учат, и в этом наше горе, и смерть наша. За посеянное мы не отвечаем, но отвечает сама земля, принявшая это семя. «Мы же должны ревностно заботиться о поливе посеянного, чтобы из агнцев получились овцы». Исайя 52.7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, развещающего мир, благовестующего радость, проповедующего спасение».